Турецкий язык. Урок номер 42. Отглагольные существительные. Isim filer. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим с вами отглагольные существительные в турецком языке. Отглагольные существительные это слова, которые образуются от глаголов, то есть имеют глагольные формы, но являются именем существительным, а в предложении могут быть подлежащим или дополнением. Отглагольные существительные образуются путем присоединения аффиксов ma и me к глагольным основам. Если глагол у нас обозначает действие, то отглагольные существительные обозначают название процесса такого действия. Возьмем для примера глагол язмак писать и добавляем к корню аффикс ma, получаем язма, что будет обозначать процесс выполнения действия писать, то есть написание. Или глагол окумак читать, добавляем к корню ma, получаем окума, название процесса действия читать и получаем чтение. Отглагольные существительные можно образовывать от любого глагола, даже если в русском языке не будет названия такого процесса. То есть к любым корням глагола мы можем добавлять маме и получим отглагольное существительное. При переводе от глагольных существительных на русский язык можно столкнуться с трудностями, потому что не всегда в русском языке есть названия процессов каких-то действий. Возьмем еще например глагол у нас dinlamek слушать и когда мы выполняем это действие, название этого процесса называется dinlamek прослушивание. Или например анлатмак рассказывать и когда мы выполняем это действие, рассказываем, процесс этот называется анлатма. По-русски может быть можно сказать, что рассказ. Анлатмак рассказывать, анлатма это рассказ, то есть это процесс выполнения этого действия. Отрицательная форма образуется при помощи аффиксов ма, ме, которые присоединяются к основе глагола. Например, ябмак делать, соответственно ябма это у нас будет процесс, когда мы делаем. Я не знаю как по-русски это делание например и ябмама неделание или невыполнение. Тутмак держать, тутма это значит ну как бы держание и тутмама что-то типа недержание. Я извиняюсь за некоторые слова, которые здесь буду произносить, потому что возможно в русском нет таких слов. Но я просто не всегда могу найти слово в русском языке, которое может означать вот этот процесс. Если кто-то сможет помочь, вы можете в комментариях написать как правильно было бы назвать эти процессы. Например, емек есть и когда мы делаем действие, то есть когда мы кушаем, название этого процесса называется ну может быть кушанье или съедание. И значит в отрицательной форме емеме будет не съедание. Или вермек давать, вермеме получается процесс называется неотдача. Или как-то по-другому подскажите как оно должно быть. То есть название процесса, когда мы выполняем действие, то есть мы не отдаем, не передаем. Язмак. Сразу нужно обратить внимание на то, что от глагольные существительные схожи по написанию с глаголами в отрицательной повелительной форме. Для того, чтобы их не путать, нужно обратить внимание на ударение. Аффикс от глагольного существительного у нас ударный, а в повелительной отрицательной форме ударение падает на последний слог корня глагола. Например, язмак писать, язма написание и от глагола язмак отрицательная повелительная форма язма, то есть не пиши. Там, где от глагола существительное у нас ударение на последний слог, то есть на аффикс язма, язма, а там, где мы повелеваем в отрицательной форме, то у нас отрицательный аффикс ма-ме безударный. И получается язма, язма. Написание язма, не пиши язма. Или глагол окумак читать, а глагольное существительное у нас окума, чтение, окума. И если мы говорим в повелительной отрицательной форме, то ударение перемещается на корень глагола и получаем окума, окума. Вот на это нужно обратить внимание, чтоб не путать. Вот давайте посмотрим, для примера возьмем предложение, в котором у нас эти слова есть как от глагольное существительное и как глагол в повелительной отрицательной форме. Например, Программывар есть программа для написания текста на фотографии, как в карикатуре. По-турецки здесь хочется сказать, что есть такая программа, при помощи которой мы можем добавлять диалоги на фотографиях и там что-то написать, как в комиксах. Но по-турецки говорят, что вот карикатюр гиби, то есть как в карикатуре, они так говорят. Это к тому, что может быть в русском не говорят, но мы здесь перевели почти засловно. Есть программа для написания текста на фотографии, как в карикатуре. Вот здесь у нас Язы Язма программы, то есть программа для написания текста. Выступает в роли написания Язма. И следующее предложение. Дувара Язы Язма. Не пиши на стене. Дувара Язы Язма. Как мы видим, здесь у нас уже повелительная отрицательная форма. Нужно заметить, что при переводе на русский язык от глаголь несуществительное может переводиться как существительное. Вот как у нас в предложении есть программа для написания текста. Или можно переводить как глагол в неопределенной форме. Несмотря на то, что это не глагол, когда мы переводим на русский язык, часто переводится как глагол в неопределенной форме. Еще посмотрим пример со словом Окума. Китаб Окума Алышканлы Казанманын Алтийолу. Шесть способов воспитать в себе привычку к чтению книг. То есть здесь у нас Китаб Окума Алышканлы. Это привычка к чтению книг. Здесь у нас слово Окума это от глагольное существительное. На русском тоже переводим как существительное чтение. И другой пример. Сана Ялнышлык Лабир Язы Гендердим Сенону Окума. Я по ошибке отправил тебе одно письмо. Ты не читай его. Здесь мы используем слово Окума как повелительная отрицательная форма. От глагольные существительные, как обычные существительные, могут присоединять аффиксы принадлежности, которые будут нам указывать на то, чье это действие. Например, Гендер Мэк отправлять, Гендер Мэ отправка. И мы можем добавлять аффиксы принадлежности. Например, Беним Гендер Мэм будет переводиться как Моя отправка. То есть это будет процесс действия, который выполняю я. Беним Гендер Мэм. Сеним Гендер Мэм твоя отправка, твое выполнение такого действия. Онун Гендер Мэси его отправка. Безим Гендер Мэмис это наше отправление. В связи вот с таким использованием, с аффиксами принадлежности, у нас возникает одно неудобство при переводе на русский язык предложений, в которых участвуют от глагольные существительные, потому что логика языков у нас здесь расходится. В русском языке мы так не говорим, а в турецком языке наоборот именно так говорят. Поэтому, когда у нас идут предложения с притяжательными аффиксами, с от глагольными существительными, у нас возникает небольшая путаница. Вот посмотрим на примере. Например, Беним Бумек Тубу Гендер Мэм Лазым. На русский язык правильно перевести нужно. Так, мне нужно отправить это письмо. Но дословно, если мы посмотрим на турецкий язык, то будет звучать так. Лазым требуется. Бумек Тубу это письмо. Беним Гендер Мэм. Мое отправление. То есть, требуется мое отправление этого письма. Но мы на русском языке так не говорим. Мы говорим, мне нужно отправить это письмо. И если мы еще сравним. Здесь мы в русском языке говорим мне, то есть бана. А в турецком никакого бана слова нету, а есть Беним. Для того, чтобы привыкнуть к такому использованию, нужно, конечно, больше практиковаться, делать много заданий. И со временем вам легко будет перестраиваться в логике. Но на начальном этапе, возможно, будут трудности. Причем, когда мы переводим с турецкого на русский, мы можем перевести правильно. Так как требуется отправка моего письма. По-русски просто не бывает такого предложения. И мы автоматически сделаем так, как надо. То есть, скажем, мне нужно отправить это письмо. А при переводе с русского языка на турецкий язык, когда нам нужно сказать, мне нужно отправить это письмо, мы сразу думаем по-турецки. И зачастую люди забывают про переход вот этой логики и начинают по-турецки неправильно строить предложение. Но, как я уже сказал, это все приходит только с практикой. Сразу, возможно, это будет немного сложновато. Посмотрим остальные лица и числа. Например, Нам не нужно отправлять это письмо. Видите, здесь в отрицательной форме. И мы переводим на русский язык. Никак нам нужно не отправлять. А правильнее будет нам не нужно отправлять. То есть, в русском языке у нас отрицательная форма переходит именно к слову лазым. То есть, нужно, не нужно. Хотя у нас отрицание идет в названии процесса, да, в гендер меме. Еще, Вам не нужно отправлять это письмо. И Как вы видите, при переводе на русский язык, слово алман мы переводим как купить. То есть, глагол в неопределенной форме. Как валты чин, экмек алман герекер. Или Гюнде эн аз бир саад спор япман из лазым. Лазым вам нужно спор япман из заниматься спортом. Гюнде эн аз бир саад. Минимум 1 час в день. Здесь тоже мы слово переводим спор япман. Это как делать спорт. Ну, по-русски правильнее перевести заниматься спортом. И у нас здесь тоже переводим как глагол в неопределенной форме. Гюнде эн аз бир саад спор япман из лазым. Или Еще предложение. Бу верилери инджелемемиз им кянсыс. Им кянсыс. Дословно Нет возможности. Или Мы не можем. Инджелемемиз. Это значит Исследовать, расследовать, анализировать. Так как У нас здесь данные, То будет Проанализировать. Бу верилери. Эти данные. Бу верилери инджелемемиз им кянсыс. И Еще пример. Бу ярыш маи казан мамасы мюмкюн деиль. Здесь мы в отрицательной форме. Мюмкюн деиль. Это переводится как Невозможно. Казан мамасы. Не выиграть ему. Бу ярыш маи. Это соревнование. Получаем Ему невозможно не выиграть. Это соревнование. Бу ярыш маи казан мамасы. Мюмкюн деиль. Также От глагольные существительные Могут присоединять Поддержанные аффиксы. Так как Они являются существительными. Например От глагола Ла сильмек Это стирать И сильме Пусть будет у нас стирание Или вытирание. В именительном падеже Или ялын халь У нас будет сильме В определительном падеже Белерзме хали Сильме и Направительный падеж Ёняльме хали Сильме е Булунма хали Местный падеж Сильме де Айрылма хали Исходный падеж Сильме ден И Васыта хали Добавляем ла ле И получаем Сильме и ле Мы дальше посмотрим на примерах Как и что они могут обозначать Когда мы используем Отглагольные существительные В падежах Еще мы можем посмотреть Что так же как существительные Мы можем присоединять Поддержанные аффиксы К притяжательным формам Отглагольных существительных Например Сильме си Это будет в именительном падеже Для третьего лица Единственное число Или сильме ми Для первого лица Единственное число И в определительном падеже У нас получится Сильме ми Или сильме не Это у нас второе лицо Единственное число и йонельмехали, то есть направительный падеж, сильменизде, сильменизде, сильмесиле. Это еще несколько примеров, где у нас есть и притяжательные аффиксы, и аффиксы падежные. При присоединении падежных аффиксов и с использованием различных вспомогательных слов у нас образуются различные конструкции, такие как массы, массы ичин, массы узерине, массы шартыла, модандолай, массы нын и еще очень-очень много разных конструкций. Филологи выделяют каждую эту конструкцию как отдельное, и у каждой такой конструкции есть свои нюансы, и рассмотреть все в одном уроке невозможно, поэтому я сделаю отдельные уроки по каждой конструкции, где мы подробно все разберем, а здесь мы просто рассмотрим несколько примеров использования от глагольных существительных с падежными аффиксами. Например, Как вы видите, у нас здесь слово кошма идет в направительном падеже. Переводим мы так Карар вердим. Я решил. Хер сабах. Каждое утро. Парта берас кошмая. Немножко бегать в парке. Почему здесь у нас в направительном падеже? Потому что слово Карар вермек у нас используется с направительным падежом. Как мы знаем, в турецком языке глаголы именно управляют падежами. То есть, в каком падеже должны стоять существительные, будет зависеть в большей своей части от глагола, который мы используем. Хер сабах парта берас кошмая карар вердим. Или, например, Кючук кардайшим окумаи эйренди. Кючук кардайшим. Мой младший брат эйренди. Научился. Что делать? Окумаи. Читать. Здесь также у нас глагол Эйренмек используется в белиртме с определительным падежом. Поэтому мы его использовали. Кючук кардайшим окумаи эйренди. Или, Хер конушмамызда бунусюледим. Бунусюледим. Я говорил ему об этом. Хер конушмамызда при каждом нашем разговоре. Конушмамыз переводим как наш разговор в разговоре конушмамызда. Хер конушмамызда бунусюледим. Или еще один пример. Дональд Трампын ихтидара гель месили. Вашингтонун úlụдан я бтырым уйглади. Ильг'юльке Иранолду. Ильг'юльке Иранолду. Иран стал первой страной. Вашингтонун úlụдан я бтырым уйглады. Которой были применены прямые санкции со стороны Вашингтона. Дональд Трампын ихтидара гель месили, с приходом к власти Дональда Трампа. Здесь у нас есть глаголео существительное гельме. Это будет обозначать как приход, когда мы выполняем действие, когда мы приходим, да, выполняем это действие и процесс называется приход. Здесь у нас с падежом средства, получаем аффикс ла ле и получаем гельмеси ле, потому что у нас в третьем лице, с приходом к власти Дональда Трампа. Дональд Трампын иктидара гельмеси ле ващингтонун доурудан ябтрым уйгулады ильк-юльке иран олду. Немножко длинное предложение, но все просто. Из всех этих четырех примеров, которые мы осмотрели, есть один, который отличается от других. Если во всех примерах мы можем добавить отрицание к глагольным существительным, например, her sabah partab koshmamaya karar verdim, будет как я решил каждое утро не бегать в парке, да, или можно сказать, su kardashim okumamai urindu, научился не читать. Бессмысленно, но отрицание можно к этому слову поставить. Или предложение с Трампом иктидара гельмемесилия, с неприходом к власти, тоже можем сказать, то отличие в том, что в примере слова konushma является полноценным существительным и не может присоединять аффикс отрицания. Таких существительных на самом деле много и они, по сути, означают результат процесса, который выполняется. То есть они стали уже такими настоящими сильными существительными и к ним нельзя добавлять отрицание маме. Например, konushma – разговор, то есть если название процесса – разговаривание, то его как бы результат получается у нас разговор. Или dondurma переводится как мороженое. Dondurmak на самом деле замораживать. Dondurma – это процесс этого замораживания. И результат этого процесса у нас мороженое, это уже у нас устойчиво существительное. Kavurma – это тушеное мясо. Kavurma – это значит обжаривать или тушить. Kavurma – название этого процесса. И мясо так называли Kavurma. Или слово Ярышma переводится как соревнование. От глагола Ярышмак – соревноваться. Ярышма – это процесс этого действия. И как результат у нас существительное Ярышма соревнования. Tarteshma – спор. От глагола Tarteshma – спорить. И название процесса у нас результат спор. Tarteshma. Uchurtma – это у нас воздушный змей. Мы называем воздушным змеем. А турки называют uchurtma от слова uchurtmak – что-то запускать. Запускать в небо, чтобы это летало. И результатом называем uchurtma или воздушный змей. Dolma – от слова doldurmak – наполнять или dolmak – наполняться. И dolma – это у нас блюдо. Причем турецкое может быть в зависимости от того, что вы наполняете. Если, например, баклажаны наполняете, у нас будет patlyjan dolmasi. Если перец, то biber dolmasi. Но все это в принципе называется dolma от слова наполнять. И еще есть, например, слово sarma. Это блюдо, которое заворачивается в виноградные листья. От слова sarmak – заворачивать. И sarma будет у нас названием такого блюда. Результат этого процесса заворачивания. Так можно сказать. Также отглагольные существительные могут быть членами изофетной конструкции. У нас есть безафиксный изофет, есть одноафиксный и двухафиксный изофет. Во всех таких изофетах отглагольные существительные могут принимать участие. Например, посмотрим безафиксный изофет, где отглагольные существительные выступают в роли определения и отвечают на вопрос «какой?». Например, кесме шекер. У нас есть шекер – сахар. И насл шекер какой? Кесме шекер. Кесмек от слова нарезать, резать или рубить. И кесме шекер – это у нас тоже как устойчиво-существительное, только уже в словосочетании, которое переводится как сахар рафина. То есть нарубанный сахар. Или асма кёпрю. У нас есть кёпрю. Мост. Насл кёпрю. Какой мост? Асма кёпрю. Асмак – это переводится как подвешивать. И значит у нас асма кёпрю – это мост навесной, который подвешивают. Или долма калем. У нас есть калем, то есть ручка или средство, чтобы писать. И насл калем. Что за ручка? долма калем. Слово долмаг – наполнять. То есть ручка, которая наполняется. То есть в принципе долма калем мы можем назвать ручки, которые наполняются, но чаще называют это чернильную ручку. В одноаффекта изофетии от глагольного существительного у нас может выступать как в роли определителя, так и в роли определяемого. Например, если мы посмотрим примеры, где у нас от глагольного существительного в роли определяемого. Например, булушма ери. Булушма ери будет переводиться как место встречи. Ер – это место. И булушма – это встреча. Место встречи. Беклеме салону. Салон – это у нас зал. Беклеме – это ожидание. И получаем зал ожидания. Беклеме салону. Или окума парчасы. Парчасы – это часть чего-то. И здесь у нас окума – это чтение. Получается, значит, абзац или параграф для чтения. Можно так сказать. Или можно сказать, текст для чтения. Также глагольные существители у нас могут использоваться в роли определителя. То есть, смотрите, наоборот, местами поменялись. И получаем, например, очелыш конушмасы. Конушма – разговор. И какой-то разговор очелыш конушмасы. Очелыш – это открытие. И правильно будет перевести очелыш конушмасы – это вступительная речь. То есть, речь, которой открывают любое какое-то мероприятие, скажем. Или, например, бибердолмасы. У нас есть долма – это продукт того, куда мы что-то заполняем. И мы хотим узнать, что это не долмасы, бибердолмасы. Из чего оно? Из перца в данном случае. Или еще пример – япрак сармасы. У нас есть сарма – это когда мы заворачиваем. И япрак – это у нас лист, например, виноградный. И япрак сармасы – это будет блюдо, то есть, из виноградных листьев, в которые мы заворачиваем фарш. Также отглагольные существители могут быть членами двух аффиксного изофета. Например, ярыш манын галиби. Галиб – это победитель. Ярыш манын – соревнование. Ярыш манын галиби – победитель соревнования. Или тартыш манын сонуджу. Сонуч – результат. Тартышма – спор. Значит, тартыш манын сонуджу – результат спора. Окума нын заманы. Заман – время. Окума – чтение. Или читание. Значит, окума нын заманы – время для читания. Для прочтения. Можно так сказать. И посмотрим несколько примеров с изофетными конструкциями. Например, Балконун коркулуктары яп машичеклерля – сусленмишты. Сусленмишты она украсила. Балконун коркулуктары – перила балкона. Яп машичеклерля – искусственными цветами. У нас werahλhus pericee – активные цветы. Здесь изофет яп Машичеклер». искусственные цветы. Балконун коркулуктары яп машичеклерля – сусленмишты. Еще один пример. Здесь у нас изофитная конструкция. Еще пример. Булышма-Ери. Место встречи. Сирийских оппозиционеров. Анкара. Здесь у нас заветная конструкция. Булышма-Ери. Сирийский оппозиционер. Анкара. И последний пример. Результат трехчасового политического спора. Здесь у нас завет. Результат спора. На этом урок закончен. Надеюсь, все было вам понятно. Спасибо за внимание. Если вам нравится, ставьте лайки и делитесь этим видео. До скорых встреч!